Итак, мы рассматриваем дальше литературу доктора Константина, который презентует ее и одновременно консультирует по ней. Сейчас мы рассмотрим литературное издание, именуемое гипертония методом акупунктурных точек. На сегодняшний день это заболевание является одной из первых, одной из ведущих, которым страдает множество человек на земном шаре, не только в Украине или в России. Почему именно гипертония, а не какие-либо другие заболевания, которые очень сильно и быстро выводят человека из нормы и его психический и нервный мир? Ну, первое и самое необходимое надо помнить, что 12 меридианов человека проходят не только по частям тела человека, но и по голове, головной части. И когда у человека начинается высокое давление, всем всегда надо помнить одну маленькую истину. Все говорят очень часто, болит голова. Я прошу заметить, где она болит, в какой части проходят меридианы по всей части головы. И вот нам надо обязательно знать, в каком состоянии те меридианы, которые контролируют нашу голову. Например, желчный пузырь контролирует боковые части головы. Мочевой пузырь, меридиан контролирует шейно-затылочную зону. Лицевую часть, лобную часть контролирует желудок, сердце, печень. Вот нам надо знать, в каком состоянии данные меридианы. И тогда вы с легкостью будете знать и понимать, откуда берется слово гипертония, откуда поднимается давление. А потому как мы не знаем, в каком состоянии данные меридианы. Мы просто глушим, так сказать, или заставляем давление падать только благодаря химиотерапии. Но и не знаем мы, употребляя таблетки, а в каком состоянии наши 12 энергоинформационных меридианов, которые контролируют весь наш организм. Об этом самая первая часть отведена в данном литературном издании доктора Константина, который на первое место всегда ставим, ставит и будет ставить. Системный подход. Это первая диагностика 12 меридианов. Ихнее восстановление, содержание данных меридианов в норме. А потом, может, нам и не стоит будет лечить гипертонию. Почему? Потому что данные меридианы не будут своим дисбалансом вызывать скачки давления. Литература включает также в себя такие острые проблемы со здоровьем. С чего начинать лечение в гипертонии в восточной медицине? Я уже это в первом своем, скажем так, части данного видеоролика сказал. О гипертонии в целом, что она может вызывать? Кровообращение системы. Тут же указанные точки даны. Также подход к этим акупунктурным точкам и к системе 12 меридианов. 50 рецептов точек при проявлении гипертонии. Что это за точки? А здесь дана таблица, как и во всех многих литературах доктора Константина, в которых предоставлены точки аорты, артериальной гипертонии, непосредственно которой показаны в рефлексотерапии, выглотерапии. Гиперартериальная гипотония, атеросклерозы, атеросклероз сосудов головного мозга, кровь, сердечные мышцы, сердце с годами слабеет для укрепления сердца, сосуды именно всего нашего организма. Прошу заметить, где вы не порежетесь, везде у вас пойдет кровь, значит сосуды у нас везде. Здесь также у нас стенокардия, тахикардия, центральный головной мозг, управитель сердца, приливы крови в голове, акупантурные точки, расстройство всего организма, возрастной атеросклероз, возрастные изменения. Все нервы уменьшают аорту и наоборот увеличивают состояние аорты, способствуют рассасыванию тромбы, акупантурные точки. Симпатические нервные системы даны мозговое вещество почек, также даны мозг, венозный возврат, венозные болезни. Все это вы можете найти в данном литературном издании, которое было систематизировано доктором Константином благодаря 15-летней практике выглотерапии. Также должны быть рецепты при заболевании сосудистой системы, при приливах крови в голове, при заболевании головного мозга, при заболевании всей нервной системы, при заболевании вен и симпатической нервной системы и не только. Также мы здесь множество познакомитесь с информацией, которую предоставил доктор Константин в своих наблюдениях в данной методике, а также при данном заболевании. Литература очень широко распространена слоев населения Украины. Почему? Потому что гипертония это бич 20-21 века. Почему? Потому что это очень тяжелое заболевание. Но когда вы познакомитесь с методикой иглотерапии, вы поймете, что данный метод очень просто и эффективно работает с данным заболеванием. Знать только важно, как проходит 12 меридианов и их состояние.